Представители литературного объединения имени Фёдора Шкулёва, наверное, немножко острее предыдущих участников, чувствуют силу и дух поэтического слова. Для них выступления в проекте «Стихи живут повсюду» – особое событие. Стихи должны жить, звучать вокруг нас, они должны составлять такую атмосферу, как солнце светит, солнце светит, и это поэзия в душе. Все они не раз выступали перед публикой со своими произведениями, но в этот раз будут декламировать стихотворение Константина Бальмонта «Русский язык». Язык, великолепный наш язык, речное и степное вном раздолье, в нем клёкоты орла и волчий рык, напев и звон, и ладан богомолья. Журчание подземного ключа, весенний луч, играющий по дверце, в нем та, что приняла не взмах меча, а семь мечей в провидящее сердце. Пастуший рук, жалея-ка до зари, родимый дом, тоска, острее стали, здесь хорошо, а там, смотри, смотри, бежим, летим, уйдем туда, задали. Подснежник наш всегда прорвет свой снег, в размах грозы сцепляются зорницы. К царь Граду не ходил ли наш Олег, не звал ли в полночь нас полет жарптицы? И ты пойдешь, дорогая Ермака, пред недругом скричишь, теснее другие, тебя потопит льдяная река, но ты в века в ней выплывешь в кольчуге. Да бросил ты свой гулкий табор стан, свой говор златозвонкий, среброкрылый до той черты, где тихий океан заворожил подсолнечные силы. Ты вскликнул, Пушкин, вот он, светлый бог, как радуга над нашим водоемом, ты в черный час вместишься в малый вздох, но завтра встанет с молнией и громом. Это 38-й эпизод проекта «Стихи живут повсюду», и его автор Наталья Замарина отмечает, что столь проникновенное исполнение стихов не может не восхищать. Сегодня мы увидели, конечно, пример хорошего ощущения языка и хорошего донесения мысли Константина Бальмонта до нас, благодарных слушателей. Стихи живут повсюду!